Добрый день всем! Мы сегодня снова с Равомашкиной Зимой Ниту продолжаем чтение его книги «Тайны еврея» и мы переходим в наиболее самых драматических историй, которые у нас описаны в первых главах это история того, как свершилось первое убийство, но изначально Маниту описывает ситуацию выбора. Он делает, наверное, далеко идущие выводы в отношении параллели, которые он делает между выбором Кайна и другими всякими религиозными демонстрациями, которые происходят и происходили в течение истории. Но если это на первый взгляд покажется очень в некотором смысле натяжкой, если как следует задуматься. Здесь есть очень серьезная связь, не просто так Маниту это делает, поэтому попробуем вникнуть в смысл его объяснения и я думаю, что постепенно это как бы уложится. Мне кажется, что в этом есть действительно смысл, хотя на первый взгляд кажется, что это немножко не согласуется. Так мне кажется, может быть у вас такого ощущения не возникнет? Выбор Кайна и Эвеля. Начнем. Видно, да? И было в конце дней принес Кайн от кладов земли в дар Господу. И Эвель тоже принес из первородных овец своих источников. «И Господь обратил внимание на Эвеля и на дар его, а на Кайна и на дар его не обратил внимания, и очень достаточным стал Кайну и поникло лицо его». Из тучных, да, вот этот перевод он какой-то такой действительно неплохой, не совсем понятно из чего, в чем состоял точно жертва Эвеля. Традиционно, конечно, понимается, что это такая часть барана, это не точно курдюк, но какой-то вот такой жир, который где-то около желудка находится, и он запрещен евреям для еды, его поступки приносят всегда на жертву. И так вот такое представление, в общем, оно классическое. Хотя, с другой стороны, Хелеб может считать как халаву. И совершенно не очевидно мне, например, я не то что много встречала таких толкований, но кое-где бывают такие толкования, что, может быть, идет речь о молоке, а не о принесении жертв у животных. Это немного согласуется с тем, что есть такая идея в принесении жертв, что мы приносим жертву Всевышнему то, что и сами едим, из того, чем мы сами питаемся, базовые всякие элементы человеческого питания. не только мясо, которое было, так сказать, одним из важных на пуску товодов, но и хлебное жертвоприношение, и масло, и вино, то есть базовые самые вещи. А можно предположить, это вот лично мое предположение, так сказать, и я не обязуюсь. Хотя я слышала похожие вещи, но на 100% это могу. За этим не стоит я даже особенно не искала. Наверное, можно найти, особенно сегодня, что в обществе, где не едят еще мясо, то есть во всяком случае по таре, а, так сказать, основным продуктом, который производит скот, это молоко, собственно, это и действительно бывали. Можно как-то согласовать с реальностью некоторой. Там будут приносить молоко, а не овцы. Ну, это как бы в скобках, это не часть нашего, просто это одно из моих, так сказать, соображений личных. Это как бы еще приводит нас, может быть, к тому, что и Раф Кук пишет в своей статье «Видение о вегетарианстве», что в будущем, если все постепенно почему-то перейдут на вегетарианство, возможно, и служение будет вегетарианским, а не без принесения животных в жертву. Но это он не имел в виду ближайшее будущее. И даже когда сын его хотел перейти на вегетарианство, Раф Кук его не одобрил. Мне не посоветовал этого не делать. То есть как бы общая идея такая есть. А мы можем из старой иногда вывести вещи, которые раньше не видели, не давали им большого… Ну, не мы сами, а мудрецы поколений, не давали им большого развития. На наших глазах разворачивается драма. Главный герой этого великого исторического человеческого представления нам уже знакомый и готовы реализовать на практике свою внутреннюю сущность и сделать свой выбор. Мы знаем, что ими движет и какую проблему должен решить каждый из этих двух героев. На данном этапе остается только определить, как они поступят на день. То есть мы не знаем, что будет всегда у Рава Маниту. Мы, затаив дыхание, следим. Может, в этот раз выйдет все по-другому. Тихо. И было в конце дней. Принес Кайн от плодов земли, дар Господу. Объясняет Раше. От плодов земли из худшего. То есть это как необязательное такое объяснение, но, видимо, за ним стоит некоторое такое представление, что не просто так все произошло. Почему вдруг Бог отвернулся от Кайны, повернулся к Евилю? Значит, скорее всего, надо от плодов земли понимать, что они просто плоды земли какие-то. Не сказано, что они как у Эвеля, Михаль Бейхэм, что это из лучших. Ну, Хеливед считается самым лучшим. Да, если мы говорим об этом жире, который приносит жертву Всевышнему, Бог приносит, потому что он самый лучший, что есть у животных. В каком-то смысле. Есть медраж, в котором сказано, что это была льняная семья. Поскольку Каин земледелец, именно он берет на себя инициативу к принесению жертвоприношения. И почему? Как вы думаете? Вот у меня с самого начала такой вопрос. Почему Каин начал первым? Ну, вот он говорит, потому что он земледелец. Какая связь? Вот я и думала, какая связь? Как вы думаете? Есть какие-то идеи, Костя? Вроде не объясняется, да? Единственное, что он как бы ниже, да? Что он работает с землей, да? С тем, что под землей даже. И поэтому именно оттуда начинается вот это пробуждение снизу, да? То есть желание чем-то ответить Всевышнему. Ну, это так, из кабалы у меня родилось. Не, ну, понятно, да. Это как раз очень такая базовая идея. То есть, вообще говоря, так бы и надо. Это, собственно, то, что ты говоришь, это то, что ожидаемо, видимо. Их жизнь настолько близка вот этому пониманию устройства мироздания, что при всем при том, что они, может быть, не понимают каких-то других вещей, как нужно правильно строить отношения с братом, и что случится, если я его ударю так или ударю по-другому. При этом вот как устроено мироздание, может быть, они действительно понимали. И, может быть, действительно, как ты говоришь, Кайн ощущал, что на нем лежит эта обязанность. Не важно, что он ее выполнил как бы. Ну, таким образом можно, я думаю, действительно объяснить его инициативу именно. Потому что всегда встает вопрос. Он же первый придумал это. У него такая грандиозная идея. У Эвеля не родила. А мы его за это им пренебрегли. Но, можно сказать, если уж ты осознаешь эту необходимость, то сделай это хорошо. А то хотели как лучше, а вышло как всегда. То есть у нас иногда получается так. То есть идеи могут быть грандиозные, мы с этим знакомы, а приводят они к плохим результатам. А Эвель следует за Кайна. И Эвель также принес. Так же принес. Эвель подражает действиям Кайна. Однако реакции божественности на эти две жертвы различны. И Господь обратил внимание на Эвеля и на Дарова, а на Кайна и на Дарова не обратил внимания. Писание не отвечает на вопрос, почему Творец решает обратить внимание на Эвеля и на его жертву и проигнорировать Кайна и его жертву. Хотя именно Кайна был инициатором принесения жертв. Но Раша как бы ответил. Да, Раша дает нам ключ к ответу. От плодов земли из худшего. А что нам остается делать действительно? Мы видим, что так произошло. Это подозреваем мы, что что-то не в порядке с принесением жертв Кайна. И это похоже, на самом деле, на весь архетип, я думаю, вот этой истории, когда на мне рассказывается, из-за чего они поспорили. И Медраж дает различные варианты, что они поспорили из-за этого, из-за того, из-за того. Мы еще дойдем на этого, наверное. Чтобы охватить вообще все возможные конфликты, которые существуют в мире, в базе. Так же и тут. То есть неважно, на самом деле, причина, по какой он действительно… Ну, Раша нам дал причину. Но неважно, что-то было не в порядке с жертвой. И это бывает. Медраж объясняет, что жертвы Кайна и Эйвеля были совершенно разными. Кайна приносит своему богу жертву из мусора, того, что и так будет выгрышен. Кладок земли, который негодяй. И иногда мы так вот поступаем сегодня в отношении… Трума-атмассер, например. Мы должны принести… Трума-атмассер. Десятина. Не-не-не. Десятина мы оставляем себе. А есть… Рума. Рума-атмассер. Та часть, которой нельзя есть. Которую отделяют уже левиты и отдают Куэн. Они могут есть только ее в чистоте, поэтому сегодня это невозможно. Никто не может съесть, разве что там животные в зоопарке, если они принадлежат Куэну. И так оно, как бы, в нашем зоопарке, по-моему, было заведено, не знаю, как сейчас. То есть труму никто не может есть, в общем-то, из людей, если не организовать это каким-то особым образом. Поэтому мы отделяем… Ну, сегодня, может быть, нам разрешают, поскольку все это, как бы, считается от мудрецов, не старые, то можно отделить не совсем годные плоды, которые похуже. То, что это вообще, на самом деле, чуть больше одной сотой части, это не очень много. Но в ситуации, когда это непосредственно приносится Богу, понятно, что это негодится. Отношение Каина к Творцу, так как оно выражается в его подношении Творцу, соответствует его отношению к ближним. Мы уже об этом говорили, что есть параллель. И Всевышний – это просто архитект ультимативный ближний. То есть символизирует собой ближнего и им является, собственно. Но параллельно она работает во всех отношениях. Как он относится к ближнему, так он относится к Всевышнему. Теологический уровень Каина соответствует его нравственно-антопологическому уровню. Отношение Каина к своему Творцу аналогично его отношению к брату. И оно основано на такой классификации. Я – это главное. А в дополнительной жизни есть еще некто другой, будь то мой брат или Бог. В общем, это на самом деле… Может быть, это и странно звучит, но из моей жизненной практики это очень часто так и бывает. То есть отражение, оно работает. Нам иногда кажется, что эти вещи иногда происходят в противоположности. То есть такие люди, которые только целиком посвящаются Богу и молятся в страду вечера, учатся в страду вечера на ближнем безразличном. Но вот из личного опыта на деле, оказывается, это не так. Тебе кажется, что человек суперрелигиозный, а в ближнем у него проблемах… На самом деле обычно бывают проблемы и там, и там. Это некоторое, так сказать, общее свойство человека, его личности. Но можно с собой не согласиться. Что мои ощущения? Тайм не атеизм. Он признает существование божественной силы и чувствует, что должен принести приношение. Но его вера основана на том же принципе, на котором он основывает свою мораль. Я – это суть, главное. Однако я готов предоставить место природным силам в существующем мире. Почему творец предпочитает Гейвеля и его жертву, Каину и его жертву? Это предпочтение кажется несправедливым, ведь именно Каин проявил эту инициативу. Внимательный анализ стиха объясняет это. И было в конце дней, в конце года. Каин принес свою жертву после сбора урожая. Следовательно, он принес нам что-то осталось от урожая. И уже самое, так сказать, последнее, не самое качественное. Мы знаем, что, вообще говоря, есть такая заповедь бекурин, то есть принесение первых плодов. Есть определенный большой смысл в том, что принести Богу самое первое, то же самое первенцы, первенцы людей, первенцы скота. Отдается Богу. Это то, чего мы ждем. Это плоды, на которые мы говорим в Благословении, когда мы их еще не ели в этом году. Это плод первый, который вырастает на дереве в этот сезон, и я его жду. И мне так хочется его, собственно, съесть. Но, на самом деле, вот это вот свое ожидание, свое нетерпение, своя оценка, отношение к этим первым плодам, я перевожу, переношу на эти плоды и отдаю их Всевышнему вместе, так сказать, со своей благодарностью. На самом деле, дело не в том, что они хорошие или плохие, а им дополнительный вес придает мое отношение к ним. Это то, что я ждала, это то, что я хотела, это то, что хан обещала Всевышнему отдать ребенка, которого она так ждала. Потому что она понимала и просила не для себя, а для всего народа, для Всевышнего ради какой-то более высокой цели, не только для себя. Геббель же поступает противоположным образом. Он приносит жертву из первородных овец своих, да, из первых. Это огромная разница. И разница тут качества. Отношение Эвеля к Творцу тоже отражает его отношение к ближнему, но противоположным образом. Суть Эвеля в том, что он осознает себя как дополнение, а своего ближнего как центр. То есть это возможно. А можно текст поднять? А он отвалился когда, какое-то время назад. А, правда же, да, извини. Это же потому, что я отрубилась, и текст отвалился. Отношение Эвеля к Творцу тоже отражает его отношение к ближнему, но противоположным образом. Он отдает самое лучшее, самое главное, ближнему, а себе берет оставьтесь. Нормально, да? Это можно. Я буду ближнему давать все, что у меня есть, самое лучшее. То, что мне особенно дорого. Да, это когда-то моя мама рассказывала. Ну, неважно. Они собирались подарить подарок, когда они только поженились своему другу. И она вдруг поняла, что он охотно может отдать то, что ему лично недорого. А вот когда она предлагается отдать то, что важно ему, он совершенно не был готов. Ладно, это мои личные воспоминания. Хотя у Кайна есть смелость начать служение. Смелость. Это, на самом деле, я думаю, присуще тому, кто исключен к земле, к работе на земле, к нижним уровням. У него есть некоторое свойство такое, что он может взять на себя что-то. Но само это служение оставляет негативное впечатление. Его служение вызывает конкуренцию, побуждает сравнение и приводит к суду. В конце концов, оказывается, что его инициатива терпит неудачу. И в результате его жертва признается негодной. Отсюда произстекает противостояние двух культур, представленных Кайном и Хевелем. С одной стороны, это языческая культура, основанная на принесении остатков. Хотя и очень богатых остатков. Это не говорится? Опять же, речь идет не о цене. Речь идет о том, что мне важно и что мне не важно. Я могу дать очень много, если это мне не важно. Это не самый дорогой мальчик. А с другой стороны, это подлинная культура, суть которой принесение первого, самого главного. Второе, это отвержение происходит на практическом уровне. И так говорит Медраж. Было в конце времен. Раби Лезер и Раби Яшуа истолковали. Раби Лезер сказал первого Тиши, был сотворен мир. Раби Яшуа, это известное равногласие, сказал первого Ниссана. По версии того, кто сказал, что в Тиши был сотворен мир, Эвель прожил сначала праздник Исухов и до Хануки. Ну, приблизительно. А по версии того, кто сказал, что в Ниссане был сотворен мир, Эвель прожил от Песаха до Шевуа. Так или иначе, все согласны, что Эвель прожил не более 50 дней. То есть, конец какого-то периода. Согласно, Раби Яшуа существует тесная связь между принесением первенков и жертвы Эвеля. По версии того, кто сказал, что в Тиши, это Раби Лезер. Да. То есть, Песах, он связан с принесением первенков, поскольку Шевуа связан с принесением первенков. Шевуа мы приносим первенки. Но когда не работает эта версия, что Каин принес остатки, потому что это как раз начало года было, первый урожай. Да. Но это не урожай. Да, я согласна с тобой. Правда, это урожай, первый урожай. Но тут есть какие-то несогласования, да? Тем более, у нас есть две версии. По версии Раби Лезер как раз все согласуется. Там. Осталось уже, не осталось ничего. И даже собраны маслины. Ну, тогда непонятно, что такое конец дней, если это весна, если это не сам. Нет, это по версии Раби Лезер, непонятно. Тогда как понимать в конце дней? Как-то по-другому? Не знаю. Может быть, вполне можно взять в этой истории, как-то у нас говорят, нос с лица Петра Ивановича. Увидеть некоторые, так сказать, пересечения между двумя версиями Ниссана и Тишвея. С одной стороны, есть тут намек на принесение первых, и тут, на самом деле, может быть, и не важно, что это другой конец дней. Если мир создается в Ниссане, тогда конец дней получается в Ниссане, тогда и Новый год в Ниссане. Правильно? Новый год в Ниссане, да, в Караби Ашуа. В любом случае, конец дней, да, это то, когда все это происходит. Нет, но он же приносит в ШУО. В конце дней это ШУО. Какой тут конец дней? Ну, я не знаю. Ну, конечно, было бы привлечением сказать, что это конец счета умер. Ну, можно об этом подумать. Это не обязательно, что должно быть объяснено. Это ледраж, на который он опирается, просто чтобы взять отсюда идею принесения первых. А что приносил Каин? Может быть, Каин принес это в Песах. А это шУО. По-разному можно понимать. Я не знаю. Мы сейчас можем найти, мы действительно нашли противоречия, и можем перейти на стиль Гемары, давать разные объяснения, которые могут это объяснить, но я не вижу в этом большого смысла. Можно что-то объяснить? А может быть, смысл и есть, и мы сможем из этого что-то извлечь, если будем долго обдумывать это. Да. Ну, получается так, что для Рабеля ШУО в центре стоит жертва Хегель, поскольку он принес первую нить. А для Рабеля Эзера в центре стоит жертва Каина, поскольку он принес в конце дней. Какие первую нить скота там в ноябре? К тому же нет, ну, то есть они всегда первенки, как бы, они, если это, как по-русски-то, первенник, только такое слово есть, да, первенец скота, то он остается первенцем, конечно, и останется и до Хануки. Но, как бы, уже на этом не заостряется внимание, да, на чем ты заостряешь внимание, может, зависит от, мы вообще говоря, если мы бы разбирали вот это разногласия между Рабеля Эзером и Рабеля ШУО, мы увидели бы, что мир построен по-разному в этих схемах. И в дальнейшем итоге мы принимаем нечто среднее, нечто среднее между двумя этими подходами. Какие-то вещи мы считаем по Рабеля ШУО, какие-то по Рабеля Эзеру, в этом ничего такого. Например, Новый год мы считаем по Рабеля Эзеру, в Тиши, да. А еврейский Новый год начинается в месяц. Ну ладно, месяцы считаем из месяца, да. На протяжении всей истории существовали культуры, культы которых были полны величия и великолепия. К ним относятся такие языческие культуры, как культура индейцев Майя, Древний Египет с его пирамидами, Ацтеки, Древний Вавилон с его храмами и другие. Эти культуры являются примерами подхода и действий Каина. В этих культурах Каина строили монументальные здания, внутри которых не происходило ничего подлинного. Я, как изучающая сегодня археологию, должна сказать, что это, во всяком случае, по представлениям сегодняшней науки, оно так и есть. Вот эти все монументальные здания Вавилона, они строились, как некоторые институты, которые давали левитимацию власти, царской власти в Вавилоне и в Ассирии. То есть у них было совершенно другое значение, то есть оно было культово, там были служители культа, может быть, в него все и верили, но функция их была другая. Не служение, помимо того, что там было действительно служение какое-то богам, а тем не менее функция была другая. Это преобразование вот этих городов в государстве. Возникла такая, возникала такая, такой союз, такое соединение между властью и, так во всяком случае, полагается, современная наука и религия. И поэтому действительно эти монументальные здания, у них совсем другое назначение. У них назначение произвести впечатление на народ и уверить его, что, так сказать, их властители, они поставлены богом или богами. Душа и нравственность не существовали. Другой пример – огромные крестьянские соборы. В общем, тут тоже похожая штука получается. Кто их строил, ничего, их строили. Это не означает, что в этом языческом, религиозном переживании не было множества эмоций. Эмоции были, конечно, не для этого и строили эти здания. Однако откровения и шхена, божественное присутствие не посещали эти величественные фрамы. То есть нельзя сказать, что это какие-то семена льна. Тут затрачены огромные деньги, огромные силы. На них работало огромное количество народу. Но все это сделано не для служения, и поэтому, на самом деле, это не является настоящим. Это является жертвой Каина, а не жертвой Эвеля. Эти впечатляющие культы безуспешно имитируют подлинные действия, поскольку их нравственная основа ошибочна, и поскольку они сосредоточены исключительно на теологии. Наоборот, именно в скромном маленьком храме Эвеля происходит нечто подлинное и глубокое. У подлинной культуры есть существенное отличие во всем, что связано с намерением, заложенным в действии. Соборы точно отражают представление Каина, утверждающее – я – это главное, а я – это центр. Общество – это я, а в дополнение к этому существует Бог. Может быть, остановимся здесь, потому что я так уже слишком много говорил сегодня. Может быть, послушаем, что скажет Андрей, или кто-нибудь еще что-нибудь скажет, я буду очень рада. Интересно, если не брать комментарии и читать сам текст, то и было в конце дней, принес Каин от плодов земли дар Всевышнему. Если дальше не читать, то, в общем-то, ничего плохого нет. Это на фоне жертвы Эвеля мы понимаем, что жертва Каина, с ней что-то не так. Потому что тут сказано, что Каин начал соревнование. На самом-то деле, получается, Эвель начал соревнование. Тот, он чувствует себя один – я и Бог. Он приносит жертву. И что с ней что-то не так, только после жертвы Эвеля мы узнаем. Вот что интересно. Да. То есть Эвель – он второй. И поэтому он приносит лучшее другому. Потому что себя ощущает вторым, а кого-то другого – первым. Точно так же получаются и все праотцы. Они там, Ицхак, Яков, они рождались вторыми, чтобы вот так себя чувствовать. И мы учим, что они как бы, на самом деле, они были первыми. Им пришлось там хитростью или как-то возвращать свое первородство. Но получается, если бы они были первыми, может, они бы родились первыми. Может, они бы не так как-то себя повели бы, не так бы себя чувствовали, а как Каин. То есть получается, это такой текун, что мы видим, что второй ведет себя более правильно. Вот поэтому как бы праотцы рождаются вторыми, чтобы себя ощущать. Это действительно очень важная и интересная тема. И она все время у нас проходит в Танахе. С одной стороны, первенец получает вдвое. Первенец, он, по идее, должен быть главным. На него обращены глаза Всевышнему, как на Каин, например. И он должен служить Всевышнему, как на нем возложена эта роль. А с другой стороны, мы все время видим, что первенец отодвигается по какой-то причине. Это не только с праотцами, это и потом происходит. Эфраем и Миноше там тоже передвинутые. Ну и есть много других применений. У царя Давида. Наследует ему вовсе не старший сын, а младший совсем. И так далее. Возможно, это некоторое отражение несовершенства мира. Что по-инскому первенец все должно быть правильно. Первенец должен осознать, понять, продвинуться, понять. Даже если он рожден первым. У него есть возможность осознать, что значит братство и вести себя соответственно. Но они не справляются. Поэтому приходится выставлять им на замену младших братьев. Хотя не всегда. Есть у нас ситуации, когда первенец все-таки... Да? Есть ситуации, когда... Не знаю. Первенец наследует и действительно позитивный... Не знаю. Вот так вот прямо не могу сказать. Рувен тоже отстранен. Ну, как бы... Все, надо подумать. Первый сыновья Ароны тоже там проблемы с ними, да? Юсеф не годится? Юсеф, он же... Он первенец своей матери, да. Мать его тоже отодвинута, да? Должна быть первой. Ну, если брать только у своей матери, конечно. Но там не совсем так как-то... Теоретически Беньямин должен быть Юсефом. А практически, если мы смотрим на государственную руль, Беньямин, он все-таки примыкает к Югуде. Все, получается, не всегда просто. Ну, единственное простое объяснение, что мы не справляемся. Вообще, правильная схема первенца должна быть такая, что он должен понять, осознать уровень небратства. И тогда он сможет быть... Да, и Давид сам он совсем не первенец. После того даже. В общем, кто не возьмёт, все они не первенцы. Хотя первенцы – это самое дорогое, самое лучшее. С точки зрения Всевышнего, он ждёт, вот придёт, наконец, этот первенец, который сможет стать настоящим первенцем. Так я себе представляю. Как мы ждём первого урожая плодов, например. Самый лучший, самый красивый персик. Самый долгожданный. По-моему, это очень интересная тема, но сто процентов ответа у меня на это, конечно, нет. Но это очень важно. Это всё время проходит через всю торозу. Это как у Рабинахмана сказка про сына царя и сына рабыни, которых подменили. Почему? Потому что есть там некие чертоги подмен по Аризалю, в которых всё перемешивается. И поэтому в нашем мире всё не на своём месте и так далее. А потом должно всё стать... Ну, по Рабинахмам. Потом всё должно стать на своём месте. Не, ну это сын, который родился у рабыни, он должен понять, что он царь, он должен через разные приключения прийти на своё место. И так и вот эти все герои наши, получается. Как Яков там хитростью себе берёт первенство, потому что на самом деле он там духовно будет первенец. Но здесь он родился не там. И вот он должен всё вот это пройти. Ну вот я не уверен, что с Яковой так. Якова, наоборот, похоже на Кайна и Хеви. Тот второй, он должен был воспитать брата. А он вместо этого у него хитростью был. Это вариант. Да, если ты не смог воспитать у брата, не надо его убивать. Или не надо, чтобы он тебя убивал. А надо как бы обойти это всё хитрым образом. Как-то это уравновесить. Но это не... Но есть вот у Манитума, в всём случае, насколько я знаю, насколько я слышала, здесь, не в этой книге, но где-то я видел, безусловно, что вот он так расценивает отношения Якова и Исауса. Он должен был воспитать брата Исауса, и тогда он мог быть первенцем. Но вот Манитума так не получается. Ну давай тогда дальше ты читай. Так, а с какого места? По-моему, выше. Возможно. Реакция Кайна. Да, вот. Реакция Кайна показывает, что он не понимает, почему его приношение было отвергнуто. Хотя его намерения были хорошими. Он построил собор и поместил там сокровища, поэтому он не может принять, что полностью отвергнут. История судит все эти древние языческие культуры. Все огромные пирамиды, храмы, соборы и другие великолепные культовые строения исчезли на протяжении истории. В то время как Иерусалим и Западная Стена всё ещё стоят на своём месте. Через два тысячелетия. Изгнанный народ возвращается к ним, как будто ничего не произошло. Всё это потому, что с одной стороны существует неудавшееся нравственное уравнение. Кайен убивает Хевеля. Однако с другой стороны ему противостоит успешное нравственное уравнение, которое мы будем разбирать позже. Мировоззрение Каина видит в связи с Творцом нечто побочное, второстепенное, дополнительное к повседневной реальности. Казалось бы, он наслаждается жизнью, но на самом деле он не живёт. В самом большом соборе, который будет построен, не произойдёт ничего настоящего, пока он отделён от общественной морали, от района, в котором он располагается. Культура, строящая впечатляющий и великолепный собор в центре города, где люди голодают, не будет считаться легитимной с точки зрения Торы. Почему? Так наоборот, у людей забрали и построили Богу вот это всё богатство. Не-не-не, это не важно. А вот именно, это главная мораль. Я же говорю, дело не в абсолютной стоимости этого. Он отдаёт что-то маленькое, но дорогое. Ты можешь отдать много, но это не покроет нравственное... Твоё бензравство. То, что ты построил храм за счёт голодающих, строят храмы не... Люди не голодают не по своей охоте, чтобы построить храм. Это правители решают построить храм и они развить экономику. Ну, в общем-то, я не знаю. Тут довольно сложные какие-то связи, конечно. И получается, что тогда тот, кто построил храм, он не решил уравнение братства. Он своего ближнего, бедного, он его как бы оттолкнул. Да. Если, допустим, если люди не голодают, то, пожалуйста, у тебя есть много денег. Строй храмы. Это вопрос того, на что тратит правитель богатой страны. Скажем, на нефть он разбогател. Иначе что он тратит свои деньги? На строительство храмов или на социальную программу? Это не значит, что я, так сказать, поклонник социализма, но программы, которые идут на экономическое развитие, они тоже требуют вложения. Если ты в это вкладываешь и страна экономически развивается, то тогда это позитивно, и у тебя страна богатеет, и у нее есть возможность построить храм. Но обычно все-таки это делается за счет голодающих. Проблем, в общем, в нашей мире до сих пор еще много, хотя, может быть, глажает народу меньше в развитых странах. Тем не менее, есть еще много нерешенных проблем, насколько я понимаю. Это не значит, что нужно, так сказать, тех посадить на социальную помощь. А наоборот, это значит, что нужно вкладывать больше в то, чтобы в решение уравнения браться, то есть в реальную помощь, в реальное воспитание народа. Тогда, может быть, говорят, перестанут. Когда религиозное воодушевление не воплощается в повседневной жизни города, оно воспринимается как дополнение к жизни. Собор Каина может быть огромен, его приношение самым большим, однако оно не принимается. Именно в маленькой синагоге Эвеля происходит настоящая духовная деятельность. Эвель представляет культуру дающего. Он отдает лучшее в себе ближним, а первенки творцу. Можно понять, что реакции Каина на такую трагедию будут страшные отчаяния и неконтролируемый гнев. Отличие Каина состоит в том, как он относится к другим на нравственном уровне. Главное в существующем это я, другое это дополнение, он вторичен. И так же, как он живет согласно морали дополнения, его теология является теологией дополнения, или тем, что в наше время называется религией. Прежде всего, я беру себе, а остаток, каким бы прекрасным он ни был, я отдаю другому. Концепция Каина такова, в повседневной жизни он ни за что не несет ответственность, он делает все, что взбредет ему в голову. Когда наступает воскресенье, суббота или емкий пур, он соглашается пойти навстречу творцу и построить для него собор или даже попаститься. Это концепция, которая отличает культ от нравственности. Мораль Каина это мораль добавки. Он готов поступать нравственно, пока это не создает для него неудобств. Этот подход называется религией. Однако по отношению к иудаизму этот термин неуместен и неверен, поскольку Тора не является религией. Это учение, которое передается прежде всего через отца, а не через учителя. Ошибка Каина и его последователей в том, что они отделяют жизнь от религии, и это отделение приводит к их удалению от жизни. Сравнительное испытание Каина и Эвеля и их подходов в конечном итоге привело к тому, что Каин и его приношения были отвергнуты. После того, как два брата производят определенные действия, проводится суд, который признает Каина виновным. Со стороны народов мира было неосторожным изобретать глупоклонческие религии, потому что таким образом они превратились в язычников. Изобретение религии до того, как решена проблема нравственности, приводит к тому, что в мире не хватает подлинной духовности и отсутствует нравственное содержание. Это состояние, которое опасно для всего мира. Теперь Тура рассказывает нам, и очень досадно стало Каину и поникло лицо его. Мы находим в Торе сильное эмоциональное описание реакции Каина на трагедию, которая постигла его, когда его подношение было отвергнуто. Реакция днева и разочарования на эту отверженность является сильной, искренней и совершенно понятной. В тот момент Хевель должен был вмешаться и попытаться воздействовать на Каина, научить его другому поведению. Ведь именно для этого он был послан в мир, чтобы быть пастырем и воспитателем. Однако именно в этот решающий момент, когда Хевель должен был вмешаться, ничего не происходит, потому что между двумя братьями нет никакого диалога. То, что Каин не говорит с Хевелем, можно понять. Однако то, что Хевель не говорит с Каином, это его вина. я думаю, что можно остановиться здесь, хотя у нас еще не закончился час, но дальше у нас уже будет реакция Каина, разговор с Творцом, и это более отдельная немножко тема, мне кажется. Как ты думаешь? Да, может быть, кто-то еще хочет что-то добавить, поделиться. Да. И это довольно сложная такая конструкция, но для монету, конечно, прежде всего важна нравственность. И как только нравственность отделяется от служения Всевышнему, это сразу можно назвать религией, и это в данном случае не позитивное определение. Религия это что-то такое формальное, это что-то такое отделенное от жизни. В отличие от элгоизма, который учение. Он придает очень большое значение тому, что передается из поколения в поколение. Нечто не всегда формальное. в конце есть приложение Тора отца и Тора учителя, и наверное, мы когда-нибудь до этого конца доберемся, но для него это огромная разница. Он сам был учительным, и к нему приходили многие люди, которых он вернул к религии, к иудаизму, и повлиял на них очень сильно. Нельзя отрицать влияние учителя, но возможно он хотел в качестве учителя выступать как отец, как заменить отца, который передает живую традицию. Переемственность в поколение просто для Маниту это важнейшая вещь, и для него разрыв поколения, видимо, это был важный вызов, он успешно очень преодолевал, не одолевал. В какой-то момент произошел такой разрыв со скалой, с образованием после Второй мировой войны, и нужно было восполнить этот разрыв, но мне кажется, он представляет собой образ отца в каком-то смысле встает на место отца, передающего факел поколения следующему поколению. Но это мое ощущение такое, потому что нужно все-таки мы дочитаем до конца и посмотрим, в чем разница существенная между учителем, от которого мы воспринимаем идеи, и учителем, который учит нас жизни. Это немного разные вещи. Вообще без учителя невозможно, иначе тогда Тора останется в каком-то узком кругу, если будет передаваться только от отца к сыну. Он передал не своим детям, про них мы почти ничего не знаем, а передал народ, то есть он был учителем и называют его ангелы. Но есть разница, видимо, например, в наших мудрецов сказано, что нельзя учиться у человека, лицо которого не подобно ангелу, но имеется в виду, что человек сам должен быть подобен ангелу. Учитель не может быть передатчиком идей. Например, я расскажу такую историю, одна моя знакомая в то время получила огромную травму, когда она начинала свой путь в религии. Была некоторая пара, у которых она училась, муж и жена, и потом выяснилось, что жена там ведет совершенно распутный образ жизни, хотя она внешне выглядела в парике и во всех остальных атрибутах. И они при этом продолжали преподавать, изображали себя супер религиозной парой. Когда она это поняла, она чуть в некоторое время отошла от религии, ну или почти отошла. И вот этот, когда он его спросил, ну как же так можно? Вы же преподаете иудаизм, а сами ведете такой образ странной жизни. Он сказал, воспринимайся, воспринимайся, принимай меня как осла, который несет книги. Есть такой образ, да? Я сам не обязан быть святым, но я приношу тебе идеи. Вот такой образ учителя, который приносит тебе идеи, приносит тебе, а сам не является тем, что он проповедует. На самом деле в иудаизме он считается недопустимым. Поэтому есть такое выражение обслуживание мудрецов. Кто-то, кто хочет у кого-то чему-то научиться, он живет рядом, он проникает в его жизненные подходы ученик, учителя. И это некоторым образом похоже на Торатаа. Невозможно передать все только на словах в качестве идей. Это не, ну, это довольно проблемно. Хотя, когда больше ничего не остается, то мы пытаемся это сделать. Но на самом деле иногда очень чувствуется у людей, что у них не было возможности учиться у отца или у настоящего учителя, которого ты можешь воспринять суть Торы, а не только ее, так сказать, внешнюю оболочку и идеи. Поэтому, я думаю, очень занятно, ну, очень важно, иногда здесь проскакивают замечания Габриэла, что они говорят, ну, когда Раум не то говорили, то он подмигивал или улыбался или еще что-то, или добавлял то-то и то. то есть она пытается нас иногда ввести в атмосферу его уроков. Они были не просто теорией, а учением жизни, я думаю. Ну, это вот мое ощущение, но тоже не обязательно, что это сто процентов. Ну, ладно, если никто ничего больше не хочет добавить, может, кто-то хочет добавить, что-то? Народ думает. Ну, тогда ладно. Тогда до следующего раза и все вы слышали хорошие новости, как всегда. Спасибо, Окей. Мы не ждем их завтра, но как можно скорее. Спасибо. Хорошо, всем счастливо, пока. До свидания, спасибо вам. Счастливо. Счастливо. Счастливо.